На библейский портал Экзегет пришел вопрос, не превращает ли в безвольных людей упование на волю Божию? Не превращает, конечно, потому что исполнить волю Божию иногда бывает очень тяжело. Вы знаете, у пророка Соломона Премудрого есть такие слова, он говорит овладевший собой больше, чем вождь, овладевший вражеским городом. Смириться, поступить кротко, уступить, то есть поступить по заповедям, по воле Божией, надо бывает очень тяжело, и человек, считающий себя очень сильно, может не уметь этого делать. Как сочетается воля Божеская и воля человеческая? Если мы помним о том, что человек свободен, высшее проявление человеческой свободы, свобода человеческой воли в том, чтобы добровольно покорить себя волей Божией. Это и есть ее самая главная, самая высшая реализация. И это требует огромного труда. Иногда целой жизни не хватает, чтобы этому научиться. Поэтому человек, исполняющий волю Божию, это обычно очень крепкий человек. Мне кажется, что когда Христос говорит о том, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею крепостью твоею, это слова как раз о том, чтобы воля человека возлюбила Бога. А как воле можно возлюбить Бога? Только следовать Его воле. Когда моя воля хочет того же и добивается того же, чего от меня хочет Господь.